Итак, ребят, всех приветствую! Мы продолжаем разбирать турнир UFC Fight Night, который состоится в ночь, субботы на воскресенье, 5 декабря, и в следующем выпуске мы поговорим о поединке, который пройдет на легчайшей весовой категории, где встретятся Жалгас Джума Гулов, и на этот раз его оппонентом становится Манел Капе. В общем, как всегда, здесь по классике мы поговорим о бойцах, разберем их бойцовские карьеры, ну и, конечно же, в конце выпуска подыщем вариант для ставки. Да, кстати, ребят, что касается ставочек, то ссылку на свой телеграм-канал я оставлю в описании под этим выпуском, обязательно туда заглядывайте, так как в своем телеграм-канале я публикую скриншоты своих ставок, поэтому впредь, чтобы их не пропускать в обязательном порядке, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка, повторюсь, будет в описании под этим выпуском, ну а мы начинаем разбор, погнали! И начинаем разбор Жалгаса, это боец, который в качестве профспортсмена дебютировал в 2014 году, изначально выступал в оригинальных промоушенах у себя на родине в Казахстане, да, после чего перебрался в организацию Fight Nights Global, которая сейчас называется IMC Fight Nights. В общем, Fight Nights бился, да, серьезной оппозицией, два раза проиграл Вартану Асатряну, на тот момент это был топовый российский спортсмен, да, сейчас как-то его карьера немножко, скажем так, подзависла, да, давненько я уже не видел выступления Асатряна, интересно было бы посмотреть на его бои сейчас, потому что, в принципе, это очень яркий и зрелищный боец, и также он является бывшим чемпионом организации Fight Nights Global, поэтому будем надеяться, что у него все хорошо, и в ближайшем будущем мы увидим его поединки. В общем, Жалгас, как я уже сказал, дважды проигрывал, да, Асатряну, один раз проиграл досрочно, и второй раз проиграл по решению судей. Также бился против Артура Багаутинова, это младший брат Али Багаутинова, я уже не раз, да, говорил, постоянно готовлю разбор к этому поединку, что в этом бою против Артура Багаутинова Жалгас действительно продемонстрировал настоящий дух, настоящий характер, первый раунд он надал практически там в одну калитку, да, и во втором раунде смог переломить ход боя, попал, по-моему, если не ошибаюсь, с Бэкфиста, да, смог потрясти своего оппонента, и вследствие чего смог его добить, тем самым одержал победу. Также был поединок против Тайсона Немо, кстати, Тайсон Немо это действующий боец UFC, встречались они с Жалгасом в рамках турнира Fight Nights Global, где Жалгас по решению судей, да, смог одержать победу. В общем, Жалгас также встречался против Тагирова Ланбекова, это также боец, который сейчас дерется в UFC, тогда раздельным решением судей Жалгас одержал победу, много было тогда вопросов, потому что многие, скажем так, фанаты были не согласны с таким решением, но, как говорится, судьям виднее, да, они увидели именно этот момент, тогда Жалгас шел за коэффициент, по-моему, там что-то 4,20 или 3,90, короче, цифры были на Жалгаса действительно очень высокие, и по решению судей, как я уже сказал, да, раздельным решением, точнее, он тогда одержал победу, значит, после чего, естественно, стал чемпионом организации Fight Nights Global и вышел на поединок против Алиба Гаутинова, да, это бывший претендент на чемпионский пояс UFC, бой получился также конкурентный, также близкий, да, но вот здесь с решением судей я согласен, потому что Жалгас действительно, как мне лично показалось, сделал больше для того, чтобы одержать победу, да, ну и, соответственно, защитил свой чемпионский пояс в организации Fight Nights Global, и после чего в 2020 году, да, он был непосредственно уже подписан в самый сильный промоушен мира. В общем, в дебюте он встретился против Паевы, тому проиграл, очень близкий бой получился, лично я не согласен с таким решением, как минимум, да, я считаю, что Жалгас там не проиграл, если и говорить, скажем так, субъективно и справедливо, то, на мой взгляд, ну, как минимум, там можно было бы поставить ничью, но судьи увидели победу Паевы и, соответственно, ему ее и отдали. В общем, крайне, точнее, после этого поединка Жалгас встретился против очень, скажем так, хорошего топового борца, это Альбази, которому проиграл, вот здесь никаких вопросов нет, в принципе, Альбази сделал все для того, чтобы одержать победу, да, я считаю, что он ее заслужил, и здесь никаких вопросов быть, в принципе, не может. В общем, крайний свой поединок Жалгас провел против бойца, который, ну, скажем так, как лично мне показалось, да, в принципе, вообще не уровень UFC, это Джереми Ривьера. Там Жалгас накинул удушающий прием в первом раунде, да, и смог этот поединок закончить досрочно. В общем, стоит подчеркнуть тот факт, что Жалгас, как и Сергей Морозов, сейчас тренируется в American Top Team, набираются там опыта, да, спаррингуются с очень серьезным десантом, и, конечно, все это дает определенные плоды. В общем, переходим мы к бойцовским качествам Жалгаса, здесь стоит подчеркнуть, что это максимально разносторонний, сбалансированный боец, да, он имеет хорошую защиту от тейкдаунов, но, опять же, здесь нужно понимать, какой уровень борьбы у его оппонентов, тот же самый Альбази показал, что он просто классом выше по борьбе, соответственно, там у Альбази все прекрасно получалось с борьбой, но если мы посмотрим, скажем так, в общем, да, на общую картинку, то у Жалгаса хорошая защита от борьбы в любом случае, также он сам может, в принципе, попробовать перевести своего оппонента и там что-либо придумать, какой-нибудь либо прием, да, либо просто отконтролировать для набора очков. Что касается ударной техники, то вот в этом аспекте он чувствует себя как рыба в воде, да, хорошо работает, всегда старается работать серийно комбинационно, работает по всем трем этажам, не раз он нам демонстрировал, да, наглядную, скажем так, наглядную красоту своей ударной техники и в организации UFC, и также в организации Fight Night Global. Что касается кардио этого спортсмена, то бензобака на 3 раунда по 5 минут ему полностью хватает. Таким образом, переходим мы к сопернику Жалгаса, это Манел Капе, боец, который в качестве профспортсмена дебютировал в 2012 году, то есть уже практически 10 лет он выступает в качестве профессионального спортсмена, в общем, бился он в различных региональных промоушенах, показывал хорошие результаты, был подписан в организацию Rising, где стал чемпионом этой организации, да, ему и, соответственно, заметили его матчмейкер UFC, куда он в дальнейшем был подписан, а именно в 2021 году, то есть в этом году. За этот год он провел уже 3 поединка, в дебюте он встретился против Пантожи, в принципе, поединок получился, ну, такой скучноватый на самом деле, очень много со стороны Манел Капе было непонятных действий, потому что до UFC, в принципе, мы знали его как такого агрессивного спортсмена, как бойца, который постоянно идет вперед, выбрасывает огромное количество ударов, здесь он был предельно, максимально осторожен, соответственно, как мне показалось, осторожность его и погубила, потому что уровень у него конкретно ударной техники действительно высокий, об этом мы поговорим немножко позже, но мне кажется, что просто не доработал Капе, просто, проще говоря, да, он отдал эту победу, хотя шансы на то, чтобы одержать ее у него были и были хорошие. В общем, после этого было еще одно поражение вот такого спортсмена, как Матеус Пирейра, но вы знаете, вот с Пирейрой очень много вопросов, раздельным решением судей тогда. У Капе, как мне лично показалось, просто украли победу, потому что, если мы посмотрим на статистику выброшенных ударов, на статистику значимых ударов, да, в этом поединке, то, ну, перестрелял, перестрелял Капе Пирейру плюс, там были нокдауны, я вообще не понимаю, куда судить, смотрели в этот момент, когда вообще шел поединок, да, и что они оценивали, такое ощущение, как будто начал с собой, они вышли куда-то покурить, обратно пришли, ага, вот, 20 секунд до конца боя осталось, а давай-ка бразильцу отдадим, да, давай, а почему бы нет, вот такое у меня ощущение складывается, чисто засудили пацана, я считаю, это лично мое мнение, кстати, ребята, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой ситуации против Пирейры, в общем, крайний свой поединок Капе провел против Оди Осборна, и действительно раскрылся, как мне показалось, да, начал уже все-таки немножко агрессивно вести поединок, да, начал использовать свою сильную сторону по максимуму, да, и смог ее реализовать, и отправил в нокаут Оди Осборна. В общем, переходим к бойцовским качествам Манело Капе, здесь стоит подчеркнуть, что его, в принципе, также можно назвать сбалансированным и разносторонним спортсменом, у него хорошая защита от тейкдаунов, его крайне не просто, да, перевести в партер, если его и переводят, то тяжеловато его там контролировать, хорошие навыки у него, его тренер, кстати, Хавьер Мендес, да, это действительно очень талантливый тренер, мы знаем, что в этом зале, где тренируется Капе, огромное количество, есть спортсменов из команды Хабиба, это я имею в виду, именно эти спортсмены, да, и помогают ребятам в борьбе, да, в навыках защиты от тейкдаунов, в партере также, да, делятся опытом, что немаловажно. Что касается ударной техники, то вот здесь, как я уже и сказал, да, это сильная сторона Капе, в принципе, он всегда очень хорошо действует в этом аспекте, но, как я уже и сказал, вот в начале, в дебюте, мне кажется, с Пантожей, да, он то ли перенервничал, то ли переволновался, то ли боялся, возможно, нокаутирующей мощи Пантожи, да, возможно, что-то вот именно из этого аспекта повлияло на ход поединка, и мне кажется, что Манел Капе еще не до конца раскрылся в стойке, и мы еще увидим его самые яркие, зрелищные противостояния впереди. Что касается кардио этого спортсмена, то так же, как у него соперника, никаких у него проблем нет, и дистанция 3 по 5 для него полностью выполнена. И таким образом, ребят, подходим и к прогнозу этот поединок, и давайте взглянем на котировки букмекерских контор. У нас КП идет за 5,5 центра, фаборитов, шалкас идет за 2,50. Считаю, что цифры здесь расставлены по делу, если мы говорим о победителе, то я считаю, что у КП, как и лично я вижу, по всей ситуации, больше шансов на то, чтобы одержать победу. В любом случае, Жангас, это спортсмен, который всегда мне нравился, за которого я еще болел, повторюсь, когда он выступал на турнирах Fight Night Global, но лично, как мне кажется, на мой взгляд, Манел КП просто чуть-чуть выше класса. Конечно, я могу ошибаться, но мне кажется, что бой будет проходить, скорее всего, в стойке, вряд ли кто-то будет лезть в борьбу, по крайней мере, КП точно не будет туда лезть, он будет стараться перестреливаться в стойке, набирать очки, и за счет именно таких действий активных, да, будет выигрывать этот поединок. Опять же, ребята, это на мой взгляд, я сейчас никому, никого не пытаюсь, никому-то еще не пытаюсь, да, навязать, что нужно забирать сто процентов КП, это верняк, это железка в ставках, ребят, вообще нету железок, запомните, если вам кто-то обещает, что вот у меня есть железка, это сто процентный вариант, инсайд, ушлите этого человека просто нахрен, потому что это бред сивой кобылы. Ну, по большому счету, возможно, какие-то единичные, точечные случаи есть, но в основном, да, все должны прекрасно понимать, что это спортивное событие, это ставки, здесь может быть абсолютно все, что угодно. Поэтому я считаю, ребят, что просто КП, как я уже и сказал, чуть выше классом, если Жалгаз будет пробовать бороться, то я думаю, что у КП достаточно навыков, чтобы защищаться от борьбы, но все-таки я рискну предположить, что поединок будет проходить в стойке, где, на мой взгляд, получше за счет скорости, за счет тайминга, за счет передвижений постоянной, за счет количества выброшенных ударов, все эти аспекты будут находиться на стороне Манело КП, соответственно, мой выбор это победа Манело КП за коэффициент 1.5. В общем, да, ребят, вот такое вот у меня мнение, касаемо этого поединка, свое желание, в обязательном порядке пишите в комментарии, интересно будет почитать, не забывайте подписываться на YouTube канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, но я вынужден с вами попрощаться, всем пока и хорошего дня.